Да, доброе утро, коллеги. Сейчас, секундочку. Ну, прежде всего, спасибо за возможность сегодня участвовать в этом конгрессе, в мероприятии. И моя роль фактически сводится к тому, чтобы осветить некоторые особенности именно этиотропной терапии. Вопросы, связанные с противовирусным лечением. Так, наверное, у меня тот же вопрос с переключением. Василий, помощь ваша нужна? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok ...чуть более 3%. И в целом, из года в год мы наблюдаем показатели в районе 3-5%. Именно вот те самые 4 возбудителя. Ну, и другая история. Эта картинка немножко устарела в плане нового коронавируса. Но если говорить об этой группе, да, то мы с вами помним 2002 год. Это возбудитель тяжелого респираторного синдрома 2012-2013 год, ближневосточный респираторный синдром. При том, что возбудителя SARS мы сейчас вообще не видим. Мерс встречается, вызывает эпизодические единичные случаи заболевания и до сих пор ведутся клинические исследования по эффективности терапии этого возбудителя. Ну, опять же, смертность мы с вами видим абсолютно различная. Ну, а по новому коронавирусу нам еще предстоит оценить показатель смертности. Те термины, которые мы используем, SARS-CoV-2 – это название возбудителя, и COVID-19 – это само заболевание. Наверное, из всего, что мы можем сейчас сказать, наверное, нам наиболее важно для нас, то, что новый коронавирус похож на возбудитель тяжелого респираторного синдрома, как вы видите, практически на 80%. Вирус выделяется и обнаруживается, соответственно, в мазках из верхних дыхательных путей. Сохраняется разное время, но в целом мы говорим, что в течение 7-14 дней выделение вируса прекращается, хотя, как вы видите, у ряда пациентов это может быть в течение нескольких недель. Не только из верхних дыхательных путей, но в том числе и из фекалий, как говорил Арек Артемович. Патогенез, в целом мы говорим, что он недостаточно изучен, и я здесь не буду останавливаться, Арек Артемович достаточно остановился на этом. Хочу лишь подчеркнуть, что несмотря на то, что мы знаем этот возбудитель всего лишь несколько месяцев, фактически 4 месяца, 5 месяцев, но с учетом тех знаний вирусологии, которые есть, тех результатов, которые уже получены в результате интенсивных исследований, которые проводились за это время, мы уже много о нем знаем. И его геном, и структуру белков отдельных, и все это сподвигает нас к возможности разработки и лекарственных препаратов, и вакцин для профилактики. Ну вот это одна из схем, которая показывает взаимодействие микро- и макроорганизма на клеточном уровне, вирус, его проникновение, контакт и как раз точки приложения различных препаратов на вот эти процессы взаимодействия. Итак, когда мы говорим об этиотропной терапии, терапии, направленной на причину заболевания, в нашем случае на возбудитель, ну вот длительное время мы говорим, что у нас есть ограниченные доказательства эффективности применения каких-либо лекарственных препаратов. Но с другой стороны, сегодня проводится очень много клинических исследований, применяются препараты в режиме off-label, и накапливается все больше и больше данных, в том числе о эффективности ряда из них, и мы сейчас об этом с вами расскажем. В целом, основным подходом к терапии этой новой инфекции является назначение препаратов и этиотропных, и патогенетических с тем, чтобы предупредить развитие основных, так скажем, жизнеугрожающих состояний. Если мы с вами вернемся к временным методическим рекомендациям по профилактике лечения и первой версии, то вот среди тех препаратов, которые рекомендовались, мы видим с вами рибавирин, препарат противовирусный, вот пенавир, ритановир, прежде всего, применяемый для терапии ВИЧ-инфекции, и интерферон, прежде всего, бета-интерфероны, применяемые в ревматологии. И схемы, которые рекомендовались и которые до сих пор используются и еще анализируются, это или трехкомпонентное, когда все три препарата включаются, или двухкомпонентное сочетание вот этих вот средств. Однако уже методические рекомендации шестой версии предлагают нам гораздо большее число препаратов для лечения пациентов. Сейчас мы их разберем. Я не буду останавливаться на режимах, поскольку все они представлены во временных рекомендациях, именно вот как вы здесь видите внизу таблички по препаратам, по дозировкам, по побочным эффектам, а это чрезвычайно важно сегодня учитывать побочные эффекты, поскольку многие из них оказывают или кардиотоксические эффекты, ну вообще токсические эффекты в том числе влияют на ритм, понимая, что наиболее тяжелая инфекция протекает у пожилых людей, у лиц с сопутствующими заболеваниями, мы должны это особенно учитывать. Также я не буду останавливаться вот на этой схеме, где приведены фактически модели или режимы применения препарата в зависимости от степени тяжести, от возраста, от сопутствующих заболеваний. Все в методических рекомендациях это есть. Итак, первая группа препаратов, куда относятся как родоначальник хлорохин, дальше гидроксихлорохин и мифлохин. Препараты, которые показали инвитро активность, в то же время механизм действий их не ясен. Установлено, что происходит закисление внутриклеточных вакуолий, и вот как показано на рисунке, это предупреждает или препятствует слиянию вируса и клетки, и таким образом может влиять на проникновение возбудителя во внутриклеточное пространство. Ну и кроме того, показан иммуномодулирующий эффект, который может влиять как раз на снижение активности провоспалительных цитокинов. Из тех препаратов, которые здесь представлены, считается, что гидроксихлорохин обладает по сравнению с хлорохином лучшим клиническим профилем, и меньше токсический эффект при длительном применении, большую дозу можно назначать, ну и межлекарственное взаимодействие в данном случае гораздо ниже. Азитромицин, известный нам антибиотик из группы макролидов, у которого показана и индукция, как мы видим, некая противовирусная активность, есть иммуномодулирующий эффект за счет активации нейтрофилов и уменьшение, опять же, действия воспалительных цитокинов, то есть такой комплексный эффект. Но для лечения новой коронавирусной инфекции он применяется не самостоятельно, а в комбинации с гидроксихлорохином. То есть вот такая связка, которая на условиях моделирования показала, что азитромицин фактически выступает вектором гидроксихлорохина и способствует проникновению его, в том числе в клетку, что обеспечивает влияние или нарушение структуры РНК вируса. Следующий препарат лапенавир, ретенавир, как я сказал, это довольно-таки известный и широко применяемый препарат для терапии ВИЧ-инфекции. Является он ингибитором протеазы и в том числе было показано, что ингибитору и в том числе на исследованиях на животных он подавляет определенные процессы у вирусов атипичной пневмонии, у вируса от респираторного синдрома и у ближневосточного респираторного синдрома. Компьютерное моделирование, которое было проведено, также показало воздействие на основную протеазу нового вируса, в частности на эндопептитазу. С другой стороны, сегодня у нас уже есть достаточно исследований, которые показали, что монотерапия лапенавиром-ретенавиром она недостаточно эффективна, она не приводила к клиническому улучшению, и поэтому сегодня применение лапенавира-ретенавира рекомендуется только лишь в комбинации с гидроксихлорохином, ну или дальше мы с вами еще увидим, в том числе с интерфероном и риболирином. Итак, рекомбинантный интерферон БЭРКО. Препарат, обладающий несколькими видами действий, это антипролитеративная, противовирусная, иммуномодулирующая активность. Сейчас в клинических исследованиях в основном применяется в комбинации вот как раз с указанным препаратом лапенавиром и ретенавиром. Показал свою большую эффективность по сравнению с другими интерферонами. Ну и опять же, еще раз повторюсь, что сегодня идут исследования, и они публикуются, которые показывают, что вот комбинированная схема, например, интерферон лапенавир, ретенавирс и бавилином, она на ранних сроках назначения показывает свою эффективность, сокращая и длительность лихорадки, и приводя к более быстрому оккупированию основных клинических симптомов и исчезновению вируса в мазках из натуродки. Когда мы будем смотреть наши временные рекомендации, то мы можем увидеть там отсылку к таким препаратам, как интерферон альфа-рекомбинантный, прежде всего для интерназального применения, и умифенавир. Но хочу обратить внимание, эти препараты здесь рекомендуются не для лечения ковида, они здесь указываются как средства, которые могут назначаться нашим пациентам, учитывая, что сходство рестраторных вирусных инфекций клиническим, и в данном случае мы можем наблюдать пациентов с ОРВИ и другой совершенно этиологии. Поэтому еще раз подчеркну, указанные препараты не являются средствами для терапии новой коронавирусной инфекции. Сегодня достаточно большое число клинических исследований проходит. Вот на слайде вы видите, это сегодня утром я смотрел, хотя здесь дата от 8 мая, сайт видно не обновлялся, но это данные вот сегодняшнего утром, более тысячи клинических исследований, и справа в табличке указаны те препараты, которые исследуются. Здесь очень длинный перечень тех препаратов, которые работают. Вы также можете их проверить. Вот справа указаны сайты, на которых можно отследить клинические исследования по препаратам. Здесь, естественно, и непосредственно сегодня на рынке есть, которые могут каким-то образом быть использованы для терапии, поскольку их составляющие, их субстанции могут воздействовать на белки коронавируса. Ясно, что речь не идет о том, что эти все препараты могут работать, и они будут работать, но на основе анализа, в том числе компьютерного анализа, перспективы у многих препаратов есть. Что же сегодня, такие из, наверное, наиболее активных средств, которые мы можем с вами вот упомянуть? Комостат-мезилак – препарат, зарегистрированный в Японии для лечения хронического панкреатита. Он является ингибитором сериновой протеазы, которая в том числе, так же, как и англотензин, превращающий фигмент, способствует проникновению возбудителя в клетке. Поэтому воздействие на эту киназу приводит к тому, простите, воздействие на сериновую протеазу приводит к тому, что мы таким образом блокируем или ухудшаем проникновение возбудителя внутрь клетки. Ну и, соответственно, все процессы связаны с инфицированием и последующей репликацией. Но фактически прорывом, или как сейчас некоторые говорят, про чудо, и фактически возможное решение вопроса с коронавирусной инфекцией является препарат риндизивир. Аналог адезинового нуклеотида, препарат, который изначально был предложен для лечения инфекции, вызванной или заболевания, вызванного вирусом Эболой, показал свою эффективность. Но, как вы видите, он также работает против ряда других РНК вирусов. И вот исследования, которые были проведены в течение марта-апреля, показали его эффективность. Сейчас он регистрируется и уже перейдет из стадии клинического применения в стадию практического, реальной практики. И вот показано, что сокращаются сроки выздоровления пациентов и выживаемость. Уровень смертности у пациентов основной группы, которые получали риндизивир, она достоверно ниже, чем у пациентов, которые получали плацебо. Курс 5 дней, препарат для внутривенного введения, однократного введения. В целом он довольно-таки удобный. И сейчас как раз большие надежды связываются с эффективным лечением коронавирусной инфекции именно с этим препаратом. И вот еще данные. Был проведен компьютерный анализ, где показано, что порядка 35 препаратов имеют сходство с риндизивиром, причем значительное, как вы видите, более 80 процентов. И это может послужить толчком к тому, что в ближайшее время на рынке могут появиться новые средства подобные, что фактически даст нам определенные средства для того, чтобы лечить пациентов. Именно противовирусными и птиотропными средствами. Вопрос, который сегодня обсуждался, но я не был на этой части, поэтому не могу сказать, но повторюсь, действительно плазма, плазма рекомболисцентов или, как еще она называется, антиковидная, патоген-редуцированная плазма. Сегодня это в основном исследовательские протоколы, которые проводятся в различных странах. Плазма рекомболисцентов. В идеале действительно нам нужно определять вирусно-нетрализующие антитела, но это довольно-таки сложно. И сегодня, по крайней мере, у нас в городе, в Санкт-Петербурге у нас пока нет такой возможности. Еще одним методом, который бы мог служить и служит для обоснования введения именно конкретной плазмы от рекомболисцентов, это определение титра антител. В идеале это более чем 1 на 160. Но с другой стороны, например, тот же протокол американский FDA, он говорит, что если нет возможности сейчас определить антитела, то необходимо провести забор, забор сыворотки, сохранить ее, чтобы затем посмотреть как раз вот эти самые антитела и оценить эффективность вводимой плазмы. Конечно же, прицепиенты – это больные тяжелые, крайне тяжелые формами, те, кто нуждается в этой плазме. И сегодня в Санкт-Петербурге, так же, как в Москве, уже начался забор в нескольких центрах этой плазмы, и на городской станции, и, насколько я знаю, больница номер 40, и в первом медицинском уже у нас несколько доноров сдали, и формируется банк плазмы этих доноров. Препараты антицитокиновой терапии, я не буду их сейчас затрагивать, это не совсем тема этиотропной терапии, но сегодня мы с вами видим тот цитокиновый шторм, та причина ухудшения пациентов, прогрессирования заболеваний, о чем говорил Ларик Артемович. Препараты, которые сегодня достаточно уже известны и применяются в практике, и в идеале они должны применяться в рамках клинического исследования, чтобы мы могли бы накопить достаточный опыт, оценить их эффективность, и уже обоснованно их назначать, в том числе и по показаниям, и по тем дозировкам, которые бы были. И сейчас как раз начинаются такие исследования и у нас в стране тоже. Ну и в заключении я опять сошлюсь на временные методические рекомендации, которые в целом позволяют нам использовать препараты оффлейбл на основе международных рекомендаций, на основе экспертных мнений, и фактически назначение многих препаратов сегодня пациентам проводится на основе заключения врачебной комиссии персонала, врачи, которые ведут этих пациентов. Ну и позитивно, мне кажется, то, что сегодня у нас есть определенный прогресс в понимании и свойств вируса, и патогенеза, и разработки новых средств. И, конечно же, сегодня все выглядит более оптимистично, чем несколько месяцев назад. Разрабатываются вакцины, конечно, это будет не быстро, это займет время, год, и более, полтора, два, но, тем не менее, мы сейчас уже видим конкретное достижение наших коллег в плане разработки и препаратов, и продвижения к вакцина. Благодарю за внимание. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова